Друзья, в этот праздничный день Мы рады приветствовать здесь наших земляков-правобережников Которые прибыли с первым паромом Здесь 600 лет тому назад появилась маленькая крепость Ставшая порубежьем молодого государства А сегодня мы в самом центре Великой России И мы всегда приходим на помощь друг к другу Помните то страшное наводнение Когда наши друзья с правого берега оказались без здоровых и без пищи Мы пришли им на помощь и оказались ее бескорыстно Как своим родным братьям Что в истории нашего города, в истории нашего государства Это не последний Какие-то наши друзья А уже когда двери КОНЕЦ КОНЕЦ Мне 93 года. Родилась я в Нижнем Новгороде в семье инженера, путейца. Папа умер рано. Ему было 54 года, а мама прожила 102 года. О себе. Детство. Мне около двух лет. 300 лет дома Романовых. В Нижнем было открытие памятника Минину и Пожарского. Народ скопился, ждет чего-то. И вдруг идет царь Николай II со своей женой, со свитой. И мама меня подняла, народ закричал «Ура! Ура!». Мама сказала «Это Николай». Я говорю «Николай!». Царь обернулся ко мне, посмотрел, улыбнулся и пошел дальше. Ну, теперь вот в этой здании располагается государственный архит. И сейчас вот в читальном зале у нас проходит до 45 исследователей, которые занимают своей родословной. Ведь раньше говорили, если человек не знает свое родословное до седьмого колена, он неграмотный человек. Поэтому сейчас вот этот провел многие стараются воспомнить. Вот и мой совет вам пока, ваши живые бабушки, прабабушки, родители. Мысль моя пришла, когда началась война. И в это время я был студентом, заканчивал педагогический институт. Впервые Сталин назвал всех бывших великих полководцем весь зал. Был заполнен, на окнах стояли. Аминьи напоминали, что Большой Леон сыграл миль. Зал весь встал, орал, кричал. С этих вот пор у меня зародилась такая мысль. Посвятить изысканию Аминьи. Так у вас на улице у одного коровка только сейчас? У одного сейчас, ни у кого еще-то нет. А раньше? А раньше вот здесь семь коров было. Ну вы вдвоем только с хозяйкой живете? Живем пока двое, но молоко-то ходит много. Ага, вот я и хочу спросить. Сыновья, внучата. А как машина у тебя? Да стоит, вот уж восемь лет стоит, я и не заводил ее. Внуку вот, внуку вот. А сыновьям не надо ничего. Не надо. Нет. Как бы Мерседес был, они бы да, с удовольствием. А пасквич куда я вот? Михаил Сергеевич, а вот ты кузнецом работал. Да. Для себя никаких, каких-каких памятных? Вот ты сейчас не сготовил? Сготовил крест. Вот тут лежал у меня у стены крест себе. Я жалею, думаю, вот умру и поставлю его. Пришла сестра двое, говорю, ну вот дай-ка дяде поставить, надо крест больно хорош. Я говорю, возьми, я вам себе другое сделаю. Так и я сделал. Леон Федорович, на первую полосу дыры, дыру заткнуть нечем и фотография. Так, фотографии ставим ветеранов, а дырку заткните, возьмите письмо из отдела письма у Карповой. Хорошо. Так, Наталья Славовна, вот этот счет срочно платить. Этой мелодией мы начинаем передачу «Марши и песни русской армии». Фанфарный марш, запись 1912 года. Так, сейчас, не верну. Только эта статья с срочным заголовок, минут через пять я тебя жду. Так, Валентин Сергеев, как вентиляция? Ясно. Ясно, ясно, ладно, будем разбираться. Мне сегодня грустно почему-то. Снег кружится, вехер без конца. Здесь часами кажутся минуты, потому что рядом нет тебя. Как не хочется сегодня по умытым улицам пройти, помечтать, поговорить с тобой. Ты меня, пожалуйста, прости. Просто в жизни всякое бывает. Жаль, что до тебя так далеко. Но я тоже понимаю, ждать солдата очень нелегко. Лен Федорович, бюджет, коды убрать. Так, коды все уберите. Весь столбец, никому это не нужно. Там 10-15 цифр, это никому не интересно. Убирайте полностью из бюджета. Так, в общем, два первых стихотворения надо немножко подработать. Это о матери и о начале зимы. А вот с другими там побольше нам поработать. При звуках вальса в Гинляндии рождаются картины тихой провинциальной... Лен Федорович, подпись на первой полосе насчет ветеранов. Подтянутые офицеры, озорные гимнадии. Ну, после обеда свяжись с советским ветеранком... Все это было. Это было артель-металист. Кузнецов 32 кузнеца работал. А сейчас ни одного нет. Еще Наполеон говорил, что половину своих побед русские одерживают благодаря военному. И инструмент уже не ел к некому. Она сталь. Казалось бы, сталь. Ну что там может быть? Какая бога? Не стоит время или не ударять на груди с ним. Ведь, честно говоря, порой хватает даже букваря, что без ротумий, личных и забот жевать своих хлест и продолжать свои роды. Убил 12 человек или убили. 13-й баба позвонить успела. Дают 15. Это что такое? Это безобразие их полнейшее. Надо мараторий на смерть. Казань, как ликвидирует. Через меня идет информация о том, как ставить защиту от этих явлений. Все это происходит на энергетическом уровне. Марш лихо вперед у композиторов, ученика. Всполняется крайний редко. Тем более ценным является запись этого марш. В принципе, мы представляем себя сущностей энергетической. И от этой энергетической сущности все пытаются использовать бакуэнергию. Все букваря. Я имею в виду все негативные сущности, темные сущности. Леонид Федорович, а что будем делать с материалом Барькина Николаевна? Полторы полосы. Ставьте. Аленка, 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 Волшебная сказка, девчонка. Аленка, 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 Любимая всеми девчонка. Аленка, 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 Волшебная сказка, девчонка. Окно открывает добрый дно, окно вадернутое сно. К родной душе, как роднику, ты преподай. Действительно, Леонид Федорович, это прекрасный материал. Мне тоже очень понравилось. Прям берет за душу. Настоящий поэт. Это потрясающе. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Казахстан. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Казахстан. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Валеные колготки Наташенька взяла, а в них на дискотеку Серега пошла. А пока в лихорадке, там они тряхнут, на заднике колготки сразу. Знаешь что, я люблю людей и меня всегда слушают. Ну, так надо же прекратить это. И сам скажешь, ой, как хорошо мне стало выйти из природы. Как людишки бегают по этому, по вагонам-то. Ну, так я не знаю. Ну и как. А зачем они бегают? А как? А ты чего не бегаешь? Потому что я инвалид. Ты думаешь, мне еще надо? А говоришь, вот мне отец ему надо. У меня есть еще одет. Есть? У меня еще осталось пальто еще. Мое пальто. С того, ну, с того сезона. Одно тысячу рублей-то проживешь. Мам, скажи, в деревне, в деревне, в деревне, в Одессе. И сын, наевшись голливудской каши, от зародного шлет подальше. И лишь берез, Богородицы, льет слезы России. А я уже, мне было 11 лет, а я в Ленинград с противогазом ходила и дежурила. А бомбы, знаешь, 600... Да мне кажется, я уже второй раз родился. А, а я уже защищала в Ленинград. А вы сейчас чего? Даже свой дом не защищайте. Как ты? А как же? Он подойдет. О, я приду. Сама, знаешь. Такая жизнь. Россия. Сколько таких, как я, в России? А трень унынье, приступи черту. Сияние дня даст принрачный слой повод надеяться и верить. И в бреду вновь ощути, жизнелюбивый голубь. Ты несу миру черные пути, чтоб полоса не становилась шире. И черный дождь пыльцой обороти. А тени предоставь сыграть на лире. Она споет. И россыпь этих нот надеждой наша завтра увенчает. И верой мотылек, верша полет, не обожжет крыла и не растает. Уважаемые ветераны, желаю вам крепкого здоровья, вам получения, добра, вам и вашим семьям. Мы гордимся вами. Вы великие солдаты. Вы спасли Отечество. Вы спасли всю Европу. И сегодня, в этот день, небо хотелось вам желать здоровье и небо. Все болезни связаны только с грехами. Вот все болезни-то едины. Только за грехи. Можете себе представить? Только за грехи. Ну, я думал, все болезни от нервов. Нет. Один спит от удовольствия. Нет. Только за грехи. Даже спит за грехи. Болезнь – это остановка программы распада духа. То есть человек не молится. Бог тебе голову через болезни. Понимаешь? И ты начинаешь задуматься. У нас есть генеральная клетка, находится в сердце, которая задает частоту всем органам, колебаниям. И так вот, идет информация, как поднять вот эту частоту, вот колебания вот этой генеральной клетки до стопроцентного уровня. То есть если вот это сделать, то может человек жить тысячу лет. Причем раньше жили. Моя мечта – жить вечно. Нет, я не хочу этого. Когда, значит, мне… Я не хочу этого. Когда я окончательно к этой мысли приду, я к тебе приду. Я не хочу этого. Здоровья тебе. Рад был видеть. Всего тебе хорошего. До свидания. Работы нет здесь. Молодежь все споили. И никто не работает. Наркоманов у нас не было. Сейчас все дня наркомания. Остались только кто здесь работал. Да. Да работают. Все пенсионеры в основном. А только пенсионеры, больше никого нет. Раньше и знать не знали, что вот в школу ходят, добрали кто бы, что. А сейчас у тебя из-под носки все берут. Вороли. Ты садишь, вот глянь, 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 тащат. На полях помидора была. Помидора, боже, спасица. Вот мимо проходит кто, чтобы взял огурец. Никто. Грех нельзя. А то, видишь, какой грех. Сейчас никого греха нет. Так какой же может быть порядок в стране? Ну, если у правительства жужжя, что вы хотите? Просто дурдом. Надо же думать, дойти до такой наглости. Просидеть ему четыре года в думе, проковырять в носу. И он обеспечен 16 тысяч пенсии. Это он наглеть. Глава администрации сельской местности получает 24 тысячи. За кой хрен? Секретарша сидит в сельсовете. 18 тысяч зарплаты. Дети твою. Ну, вы поймите, это же надо обезболовать в наглее. А врач, хирург, 3 тысячи рублей, он во мне ковыряться спасать мне жизни. А учитель? Ну, секретарш, получать такие деньги, которые не за секретарскую работу. А за что? Скажи-ка, Путин, ведь не даром Россия Чубайшским кохом и Гайдаром отдана. Путин, ведь не даром Россия Чубайшским кофе. Путин, ведь не даром Россия Чубайшским кофе. Путин, ведь не даром Россия Чубайшским кофе. Я родился в очень глухой деревеньке. Глухой в том смысле, что не было радио, не было электричества, крыши были покрыты соломой. И поэтому у меня было очень аскетическое воспитание в смысле художественного образования. В дальнейшем я получил кинооператорскую профессию, профессию, по которой по некоторым причинам я не работаю. И мне вот самому интересно, как это произошло. Жить в целом мне очень нравится, несмотря ни на что. Эта жизнь, она в принципе молчаливая, она проходит внутри нас и часто просто не доходит до уровня словесного выражения. Если я не работаю кинооператором, то это, наверное, нормально. Я никем не хочу стать и, наверное, и буду счастлив, если по-настоящему никем и не стану. Как-то мне попалось выражение Серафима Саровского «Блаженная жизнь, проведшая безвестности». Это значит, нужно настолько совершенствоваться, настолько сформировать свой характер, но все-таки не пытаться использовать свои таланты, ну, попросту, как говорят, для шумихи вокруг своего имени. У меня, как и у большинства моих сограждан, тем более педагогов, нищенская зарплата, и поэтому, чтобы выжить и обучать детей, я сам зарабатываю черным фотографическим трудом и этим живу. Снимать, наверное, я люблю. Может быть, чуть-чуть меньше, чем просто ничего не делать и рассуждать, но все-таки люблю. Я живу в городе, работаю в поселке. Появился у меня друг, очень интересный человек, руководитель фотоклуба. Я стал ему помогать в организации фотовыставок, в организации встреч с теми интересными людьми, с которыми знаком я лично сам. Что вообще несет ваша выставка? Вообще, честно говоря, у меня выставка произвела впечатление унылое. В ней нет праздника, в ней нет радости жизни. Много безобразия, откровенно скажу, в выборе сюжета, который я бы, например, просто не допустил до выставки. Вот вы как-нибудь здесь вообще... Есть какие-то критерии у вас? Что движет вами, когда вы делаете выставку таких, ну, на мостах, не совсем пристойных вещей? Ню, это отдельный жанр фотографии. То, что сейчас касается. Просто, возможно, вы с этим еще просто не сталкиваетесь. Нет, есть, конечно, обнаженная натура брата. Она может быть просто какая-то журнальная, да, в фэшнском стиле таком. Это совершенно другое. Когда снимается фотография с обнаженной натуры. Но, я не знаю, считать это непристойным в искусстве, вообще как таковым, я просто с этим не согласна. Что здесь снято и чем это хорошо? Ладно, это вы мне объясните, это первый вопрос. Второй вопрос. Я совершенно не понимаю, в чем прелесть вот такой обнаженной натуры. Зачем это снимать нужно? Мне это не нравится. Я это снимать не буду. Объясните мне, что здесь хорошего, чтобы я понял. Я настолько тупой, что я не понимаю, что здесь хорошего. Пожалуйста, я не понимаю. Чтобы понять произведение искусства, нужно развивать свой глаз. Жизнь, чем она интересна, чем она необычна. И даже условно скажу, чем вам меньше все нравится, значит, это тем лучше. Когда мне говорят, вот эти твои работы очень хороши, я заведомо знаю, что никому верить в этом мире нельзя. Вот советую, все, что вам не понравилось, ну, заводь посчитать, что это самое лучшее, что. Перевозду не держала, 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 держала. Истите, вот эти вот, больше, больше. Я бы никогда не смог работать в большом городе, потому что за 20 лет работы целое поколение выросло на моих глазах. Я всех знаю, моя работа – это как бы театр для одного актера или режиссер для одного театра. Мне всегда интересно, ко мне приходят люди, я общаюсь. Каждый раз я узнаю от них нечто новое, и портрет их у меня постоянно обновляется и дополняется. И так как я, наверное, все-таки человек достаточно добрый и любящий людей, и вот, допустим, есть некий Ваня, у которого кличка Змейгорымич. Маленький-маленький, очень интересный человек, с которым очень приятно общаться. Вань, ты некогда, я спешу, как всегда. Я бедный человек. Я не спешу. Я манемочный. Чуть голову влево. Вот, много, 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 забри, много. Хорошо. Не шевелись. Все, спасибо. Я руководитель детской фотостудии в небольшом поселке с населением 6 тысяч. В целом фотостудию посещают дети из неблагополучных семей. И это не только моя студия, но и другие кружки. Кому чего-то не хватает, кому ласки, кому-то попросту денег, они приходят к нам. Очень люблю индивидуальные занятия, когда в хорошую погоду могу посадить ребенка на мою старенькую машину и уехать куда-нибудь к тем людям, которых я знаю, с ними побеседовать и поснимать этих людей. И часто ко мне ходили заниматься те люди, которых я мог подкормить кусочком колбасы и купить несколько батонов хлеба на всех пришедших заниматься. Покушав, ребятки становились благодарны мне и внимательно слушали. Потом наступал момент, когда они вежливо уходили из занятий и приходили в следующий раз. Я была красива и хороша, у нас жили дети приезжие, музыкантами мы их звали. И был у них больный сын красивый, Ваня. И вот первая любовь у меня была с ним. С ним подружили, а потом они уехали, вот сели. И потом, значит, вот в войну тут я потеряла трудоспособность, здоровье. А молодая, коли была, женихи находились, вот только я любила его. Я ни за кого не шла, ни за кого не шла. Меня один здесь так любил. Жену меня упрекал, вот, прождала красиво, хорош. Ага, заболевал. А я говорю, а все равно я тебя и не жалю. И так, Славонка, значит, мне суждено вот, что вот от Бога быть вот так прожил. Вот, вот я и говорю, вот мы прожили вот каждый, как я прожила молодой житель. Я лёжу спокойно, без мирских тревог, Жду трубы призванной. И тебя, мой Бог, Святый Боже, святый крепкий, Святый Бесьмедный пламя и война. Святый Божечка, ты крепкий, Святый Бесьмедный пламя и война. Святый Боже. Святый Боже. Святый Боже. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Владимир Павлович Дубровин, я знаю с 1976 года. В то время я приехала сюда учиться. Здесь был завед техникум. Просто некоторые студенты в недостатке жили. И эти студенты к нему приходили. Жили на квартире у его матери. Он вручал их деньгами, потому что он всегда работал. Где-то упало дерево у нас. Обязательно Володя в ночь начнет его пилить с дороги, с трассы его убирать. Там пошли грибы. Он эти грибы собирает, раздаст старушкам. Это все безвозмездно. Раньше он даже не брал пенсию. Он отсылал их в какие-то детские дома. И этот человек, он всю жизнь в работе, всю жизнь в делах. И все дела у него только добрые. Ну, Владимир Дубровин, что можно сказать? Он все с хорошей стороны. Он всегда всем людям помогает. Вот раз у кого-то шапочка просто, у пацана упала с головы, уже холодно было. Он разделся, прыгнул, сразу достал ее. Ну, только у него такая, это, не разговарива. Ну, ходит такой слух, как будто во время выборов пришел голосовать, и его не нашли в списках. И вот вроде то, что вы меня лишили голоса, и он, он как обед молчане взял. И вот с тех пор он только изъясняется путем карандаша и бумаги. У него был когда-то очень хороший голос. Он очень любил петь песни, и песни в основном нравились ему народные. Но однажды он оказался рядом с преступниками, уголовниками, которым его пение было не понутру. Они ему глотку помяли. И, чтобы окончательно не потерялся голос, он решил замолчать. Только один раз он нарушил свой обет молчания и спел песню на немецком языке. Песня – это же не обычный человеческий голос. Дубравин – это дубовый лес. Очень много Владимиром Павловичем посажено дубов. Более пяти тысяч. Помимо дубов он сажает еще и сосны, клены, орешник. Птицы, когда пролетают над его жилищем, они приветствуют его. Особо он выделяет таких живностей, которые одинокие, гонимые, нелюбимые. Песня – это же необычный человек, который этот человек носит. Песня – это же необычный человек, но это же необычный человек. Экратно? Субтитры делал DimaTorzok Этого человека я наблюдаю по меньшей мере 18 лет. Для меня он казался и странным, и интересным, и в ту же пору, извините, пожалуйста, как будто и ненормальным. В зимний период времени абсолютно странно его увидеть, ну, почти что босиком, например. Ну, вот, честно, мне непонятно одно, что он достигает в этом, в своей самобытности такой, я не понимаю никак его. Очень многим, в том числе и нам, есть чему поучиться у него. Общение между собой, общение с природой, вообще гармонии жизни. И я думаю, что если бы таких вот, знаете, Володя Дубровин был у нас в России больше, жизнь была бы у нас намного лучше. И, наверное, и Россия до сих пор жива по одной только причине, что в большей части людей, все-таки, вот, наверное, частичка такого Володя Дубровин сидит, у которой, как называется там, совесть, честь, порядочность. То, что он ведет такой образ жизни, его, как бы, нисколько не унижает, и вот все его односельчане относятся к нему с уважением и с какой-то, не знаю, симпатией, любовью. Вот встает река у нас, лед на реке встает. Кто первый через реку пойдет? Пойдет, Володь Дубровин. И лед очень хрупкий. Как говорится, хорошую вешку не поставишь, он нарубит веток берез. Он прорубил луночку, туда вставил эту вешечку. Все, вечером прошел Володя, утром идут, или же рабочие, идут студенты, идут все, кому срочно позарез нужный убор. Мы победили, мы победили потому, что в наших груди благодала ярость благородная. Мы победили, потому что в наших груди благодал пламенный патриотизм нашей Родины. У нас была святая, чистая любовь нашей Родины. От бремела давно все сжигая, черным пламенем злая леда. Только пулей ее загорает, все дымят, дымят, дымят и вода. Низкий вам поклон, дорогие люди, верьте, что жертвы, принесенные вам и военные спасения Родины, не пропали даже. Какие бы тяжелые времена, Россия не переживала сегодня. Она снова выстоит, возродится, станет молочей. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Мы изучать можем только прошлое. И когда говорят, что мы что-то продвигаемся вперед, мы только познаем то, что уже было, что уже прошло. Вот человек живет, говорят, там сто лет, а оказывается, а вот поденка, поденка, которые вот на реке много, как комары такие, только не кусаются поденки, вот эти маленькие комарики эти, они живут одни сутки практически. У всего-всего, что вот нас окружает, и живое, и неживое, у всех есть свое время. Каждый объект, а субъект тем более, он оставляет после себя следы, даже камень. Камень оставляет память о себе. Все производит влияние на все. Поэтому остаются вот эти следы. Поэтому, как говорится, вопросы восстановления или воскрешения, они не такие уж, это самые нереальные вещи, они реальны. Но на самом деле бессмертие есть. Я сам себе человек внушил, что он будет жить, он будет жить. И душа, душа ему будет помогать жить. Земля, как и человек, она живая. У них также есть душа. Нельзя ее трогать. Нельзя, как говорят, насиливать землю. Нельзя. Ее нужно беречь. Раньше воин падал на землю. Он целовал ее. Он брал землю и говорит, землю прикал к своей раме. И выживал. Что, я почти полгода валялся и не вставал. Ну, не полгода, а несколько месяцев. И в саду не был, не слышно, все заросло. Но так я всегда заявлял, что я не люблю сельское хозяйство, я не люблю земли рыться. Не любил я это никогда. И вдруг, когда приехал, вот после всего этого, уедал все, мне захотелось как-то засучить рукава и навести там порядок. Но сил уже нету. И я буквально, как внутри себя, буквально заплакал. Заплакал внутренними слезами. Как мне стало эту землю жалко, которая оказалась запущенной по моей вине. Вот я тогда осознал, осознал, что вот есть связь-то с человеком и с землей. Есть. Реально. Если, как говорится, славяне здесь живут уже тысячелетиями в России, в эту землю, они породнились с этой землей, то вот эта земля-то и является уже она родной. Самые лучшие ученые в настоящее время чьи? Россия. Но им не дают тут работать. Они уходят. Если ты в границе сила воли, сила воли, не поезжай за границей. Не надо. Пускай решили тебя тоже в лаборатории. Пускай чего угодно. Но потерпи. Здесь, в России, столько рождается мудрости, открытий и всего. Откуда это берется? Чем больше люди страдают и голодают в том числе, тем лучше работают мозги. И я давным-давно сделал вывод, что вместе ходят мысли и страдания. Не будет страдания, не будет голода, не будет мозгов. Вот она такая вот, Россия-то. Она всегда страдалится. И дело в том, что радостными и хорошими воспоминаниями являются те, которые нам причинили большие, так сказать, сложности и горести. А если какие-то радости и счастья, они вообще не укладывают в память, они забываются. Мы вспоминаем только тяжелые переживания. И причем вспоминаем их, извините, как с радостью. С таким, так сказать, ностальгической радостью, что хочется еще раз повторить именно вот эти страдания. Вот человеческий, так сказать, русский дух. Я знаю другое, что одна для России, одна для России, она встанет с колен, уйдет от пропасти. Я верю в это. И дай Бог, что все верили. И дай Бог, что все верили. И дай Бог, что все верили. Состояние неважное делается. Голеем, горь сразу сказывается. Ну, а мне вот наоборот, когда снег выпадает, я радуюсь. Потому что я, как снег выпал, беру лопату и получаю заряд бодрости. Вот и я так же. Ну, а как коровка у тебя? Нынче плохо делать коровы. Понимаешь, какая беда? Случной пункт у нас ликвидируют. И теперь некуда везти к быкам. Да, вызывали из лечебницы искусственную. Неудачно. Вот три раза вы приезжали, и ничего. Меня часто спрашивают, почему я люблю этот город. Не знаю, что им ответить. Я своих дочек, двух, постоянно водил к утрам в детский садик. И буквально через каждый метр люди со мной здоровались. И они задавали такие мне наивные вопросы. Пап, тебя что, весь город знает? А я им отвечал, говорю, нет, полгорода всего лишь. А где я нужен? Кому я нужен? Здесь моя родина, здесь мой дом. Здесь мои родители, здесь я вырос. Был я и за границей. Кстати, там живут наши земляки. Я им часто задавал вопрос, не замучил ли их тоска по родине. Мне отвечали, что где хорошо, там и родина. Я вот не понимаю. Для меня это родные места. В лесу, знаешь, каждый пенек, а на реке каждый камень. И что бы там ни предлагали, нет, не поменяю я свой город, ни на какие за границей. Потому что люди здесь настолько душевные, когда они приходят к тебе с своей болью, и пытаешься им помочь. Вот это нам счастье. Жить не в свое удовольствие, а жить для людей. По многочисленным просьбам наших радиослушателей, мы повторяем передачу, посвященную творчеству поэта Николая Рубцова. Он любил птиц и жил, как птица. Засыпал там, где заставала ночь. Просыпался от случайного шороха или дуновения ветерка. Легок был на подъем и неутомим в бесконечных перелетах с места на место. Ах, кто не любит первый снег в замерзших руслах, тихих рек, в полях, в селении и бару, слегка гудящим на ветру. Образы света и ветра... Дмитрий Федорович, а что на передавицу? Образа своего рода внутреннюю музыку. Только он мог увидеть светящийся снег и услышать гудящий... Дубравин расставил вешки. Дорога на другой берег открыта. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ